Приветствую, это юзернейм и сегодня я расскажу о волшебной кнопке macOS и как она изменит твой опыт работы на mac. Побежали! Дорогой вьюер, если ты когда-либо задумался о том, чтобы создать какую-то недостающую тебе комбинацию клавиш для выполнения действий в операционной системе mac, ты должен был столкнуться с тремя препятствиями. Первое. Собственно, как ее назначить? Но об этом в конце ролика. И это не из-за того, что я пытаюсь заставить тебя досмотреть этот 5-минутный ролик до конца, а потому что это не самая интересная часть. Вторая. Преграда конфликты. Операционная система macOS скупится с твоим любимым софтом и без нашего вмешательства плотно набита всякими полезными сочетаниями клавиш. Очень не хотелось бы отказываться от всего этого наследия или запускать левые команды одновременно с целевыми. Третья трудность материализуется при попытке обойти вторую. А что если я назначу такую комбинацию клавиш, которую ни один разработчик в мире не стал бы использовать? Например, CMD, CTRL, OPTION, SHIFT плюс любая клавиша. М? Да, вероятность конфликта стремится к нулю, как и шансы на легкое запоминание исполнения. Обрати внимание, тебе необходимо иметь минимум 5 пальцев для исполнения этого аккорда. Но идея правильная. Все, что нам нужно, это немного... Магии карабайнер! Карабайнер от Takayama Fumihiko Программа имеет открытый исходный код и распространяется абсолютно бесплатно на сайте разработчика. Ссылка в описании. На первой вкладке программы настраиваются простые переназначения клавиш. Например, для своего старого макбука я назначил на клавишу FN левый клик мыши. Для меня казалось чрезвычайно удобно перетаскивать объекты, зажав мизинцем FN и вводя пальцем по тачпаду. Чтобы сохранить доступ ко всем функциям, которые завязаны на кнопку FN, я назначил ее на бесполезную для меня клавишу Eject. На третьей вкладке можно устанавливать более сложные переназначения клавиш. Здесь и начинается магия. Сложные переназначения клавиш нельзя напрямую настраивать. Это скорее готовые инструкции, которые можно подключать или отключать. В программе предустановлена пара примеров. За остальным автор приглашает во внушительный онлайн каталог. Какой бы рецепт вы ни придумали, скорее всего он уже реализованный и доступен для скачивания в этом разделе. Одна из предустановленных инструкций делает именно то, что нам и нужно. При нажатии на Caps Lock отрабатывается нажатие модификаторов Command-Ctrl-Option-Shift. Почему Caps? По моему скромному мнению, большинство пользователей очень редко нажимают эту клавишу. И в основном случайно. Пускай приносит пользу. Я не очень люблю радикальные изменения. Поэтому решил оставить функционал Caps Lock на всякий пожарный. Я полез в каталог и нашел там именно ту инструкцию, которая хотел бы переключать режим Caps Lock. Нажатием двух шифтов. Готово. Теперь осталось только назначить наши уникальные хот-кейки, которые можно использовать всего двумя пальцами, на исполнение каких-нибудь функций системы. Переходим в настройки клавиатуры. Вкладка, сочетание клавиш. Для примера я назначу комбинацию Caps Lock плюс M на функцию отправки, выделенного по почте. Минус этого способа в том, что это ограничено теми функциями, которые предусмотрела компания Apple в этом списке. Впрочем, есть способы расширить этот список. Назвучивать их я не буду. И вот почему. А теперь можешь забыть про этот способ назначения горячей клавиш. Потому что в одном из следующих видео я расскажу, как это сделать правильнее с помощью ультимативного инструмента автоматизации для Mac с невероятной широтой возможностей и простотой исполнения. Работу в нем и украсит твоя новая волшебная кнопка Mac OS. Так что подписывайся на канал, ставь лайк, если было интересно. И спасибо за твое время и внимание.